Большой двор между жилыми домами, школа. Казалось бы, здесь создано все для хорошей жизни. Однако, мало того, что на улице Дзержинского, дом 74, нету даже детской площадки, пространство вокруг мусорки завалено крупногабаритными отходами. Шкафы, верхняя одежда, подушки, различные деревянные палки, окна. И такое разнообразие практически в центре города. Неподалеку находится оживленная дорога. Во дворе дома дети играются с мусором. Просто он здесь повсюду. Вместо игровой площадки около домов сооружен импровизированный шалаш из крупногабаритных отходов. Здесь нет даже контейнеров для сортировки мусора. У нас пока раздельного нет. Мусор как собирали, вот контейнеры эти, так и осталось. Да как-то я даже прохожу деловой походкой, не замечаю, что видно только когда очень много. Но это не бытовой мусор, это не знаю что. Это что-то из другого подъезда выбросили, но я не в курсе, не знаю что такое. Давно уже лежит это все. Это крупногабаритные отходы, которые также должен вывозить региональный мусорный оператор. По словам местных жителей, управляющая компания заявляет, что дополнительного договора на вывоз крупногабаритных отходов у них нет. Хотя это и противоречит логике. По проекту мусорной реформы, к 2030 году абсолютно все отходы должны быть отсортированы, а на свалках страны должна оказаться только малая их часть. Видимо, взрослым рязанцам о такой услуге остается только мечтать. Детям по-прежнему играть с мусором, привлекая нежелательных гостей – крыс, бродячих собак. Потому что помойка для них – это естественная среда. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».